Татьяна Сырченко редактор газеты, посвященной всему непознанному. На заре своей карьеры она не могла и подумать, что это занятие станет ее судьбой. Но высшие силы решили иначе. Татьяна закончила аэрокосмический вуз и по распределению попала в секретный НИИ. Одним пасмурным питерским днем она сидела на работе, уткнувшись в копию технической документации. Я сидела и читала книгу. Передо мной была книга техническая. Она была... Раньше такие были книги не напечатанные бумаги, а от Синины, так называемые Сеньки. Были такие копии. От них даже попахивало иногда на штырем, потому что это вот такой эффект копирования. Будто помянуясь чьему-то мысленному приказу, Татьяна встала и вышла из здания. Перед входом ее ждала черная заграничная машина. И она, главное, так медленно подъехала и прямо вот так около меня встала. И окна темные. Ничего не видно в машине. А темные окна, знаете, вообще в наше советское время не было ни у кого темных окон. Все окна были прозрачные. То есть машина была необычная. Передняя дверь открылась. Внутри сидело трое мужчин в черных костюмах с белыми мертвыми лицами. Она сразу поняла, что это не люди. Телепатически Татьяну убедили, что она должна ехать с ними. И опасности для нее нет. Дорога была недолгой. Вскоре девушка оказалась в круглом белом помещении. Я была потрясена тем, что простор, что свет, но нет светильников. А свет шел от всего потолка. Поэтому мне показалось, что он как будто из ваты или из такой бумаги промокательной. Что он весь светится, потолок. И такая вот, вот такая, кремоватая такая стена. Сопровождающие сообщили, что Татьяну хочет видеть кардинал. Девушка ответила, что не может предстать перед таким лицом, в чем была. Тогда из стены выдвинулась стойка с разноцветными балахонами. Татьяна выбрала фиолетовый. Затем мужчины исчезли. Стена раскрылась. Стена раскрылась, а там такой порог, знаете, высокий. Вот на кораблях такие пороги. Их надо перешагивать. Вот такой высокий порог, потому что я видела, что часть ноги, там, человека, который скрывается за этим порогом, стоит дядечка. В сиреневом балахоне, таком, как я. Главный шагнул за порог и приветливо ей улыбнулся. Татьяна помнит лишь то, что он успел поздороваться. И все пропало. В следующий момент она опять сидела за своим рабочим столом. Я не спала, ничего. Вот у меня перед глазами книга все это исчезло. Я даже не скажу, что исчезло. Я скажу, что вот просто этого нет. Вот это было, и этого нет. Я сижу и читаю разработку. Но я же помню, что я где-то была. Какое значение имел визит, Татьяна постаралась не задумываться. Ей казалось, даже если стерли память, значит так нужно. Спустя 20 лет она стала первой в Союзе журналисткой, начавшей писать об аномальных явлениях. А потом снова увидела кардинала. Просто мгновенно перенеслась в НЛО, который находился на орбите Земли. Я опять оказалась в том помещении, и сзади меня стоял этот человек, который был тогда. И вместо стены был большой такой, ну просто открытое все было окно, и видно было, что там Земля. И Землю было видно целиком. То есть орбита была гораздо дальше, чем наши спутники летают, потому что они видят часть. А я видела всю Землю целиком. И большой-большой-большой такой какой-то вот типа пульта весь. И мне показывают вот эту Землю. Сегодня Татьяна Сырченко не сомневается, что развитие цивилизации на Земле вообще происходило под неусыпным контролем свыше. Если взглянуть на древние фрески и средневековые картины, то можно найти изображения летательных аппаратов в форме диска. И портреты богов, похожие на тех существ, которых сегодня описывают очевидцы НЛО. Предыдущие цивилизации, они продвинулись достаточно далеко. И нам известны, например, вот названия такие, виманы. Летающие виманы. По своему описанию, это один к одному, значит, НЛО. И описывается двигательная установка, как она устроена, механизм работы этой установки описан в тех далекие времена. Но эти виманы, они строились людьми Земли, но были принесены богами с неба. Доказательств существования внеземных цивилизаций сегодня достаточно. Есть фото и видеозаписи, следы от посадок и крушений внеземных кораблей. Эта информация заставляет воспринимать версию о том, что инопланетяне контролируют Землю всерьез.